Ну а Таллин снова поборется за титул зелёной столицы Европы. Гору права получила профильному департаменту представить Еврокомиссии соответствующее ходатайство, которое позже подпишет мэр города Михаил Кылвард. Ранее Таллин уже не раз претендовал на этот почётный титул и даже попадал в пятёрку финалистов европейских городов, но тогда, пару лет назад, победителем был назван Осло. У нас в гостях Калли Кландер, вице-мэр Таллина по вопросам коммунального хозяйства и окружающей среды. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну не первая уже попытка, как было сказано, то есть для Таллина это вопрос такой стратегический, очень важный. Действительно, мы с 2011 года уже попытаемся стать зелёной столицей Европы, но до сих пор она у нас не получалась. Действительно, самое лучшее место у нас было пятое, но стратегия города – бороться до конца. Конец мы видим в 2030 году, тогда уже к этому году многие города Европы, в том числе, я думаю, Таллинн, перейдут на нулевой толеранс. Значит, мы попытаемся избавиться от газов СО2. Ну а что даёт этот титул зелёной столицы? Что город получает? Действительно, мы ничего не получаем особенного. Но нас отмечают в том смысле, что мы последние 5-10 лет делали очень много для того, чтобы город был удобен для людей, чтобы можно тут хорошо гулять, ехать на велосипедах, что общественный транспорт работал бы хорошо. И вот все эти вещи, которые мы сделаем, мы можем передавать свой опыт другим государствам. Я так понимаю, что сейчас вы перечислили некоторые из 12 критериев, по которым выбирается зелёная столица. А в каких аспектах у нас самые большие проблемы? Где нам нужно наверстать остальных? Ну, может быть, я начинаю с тем, что наши результаты выше среднего были в аспектах природопользования, потом природа. Природа и шума. Но есть у нас и проблемы. В основном у нас эти всё-таки связаны с воздухом, с общественным транспортом и скоростью передвижения людей в городе. А что у нас, люди слишком быстро передвигаются? Слишком медленно. Слишком медленно. Мы хотим, чтобы наш общественный транспорт работал бы быстрее, потому что сейчас она, конечно, отстаёт от легковых автомашин. Люди лучше сядут в свои машины, чем на автобусе или трамвае. Но мы попытаемся это делать, чтобы был удобен общественный транспорт. Это снижает, опять же, СО2. Ну, буквально на прошлой неделе мы говорили в этой студии на тему общественного транспорта. И речь шла о том, что как раз Киталин хочет повысить среднюю скорость движения трамвая до 18 км в час, потому что сейчас она ниже. И тем самым общественный транспорт оказывается в худшем положении по сравнению с транспортом личным. Но скажите, а правильно ли мы понимаем, что титул зелёной столицы вручается скорее не тем городам, которые уже достигли высот в плане сохранности окружающей среды, а тем, кто как раз-таки предпринимает большие усилия на этом направлении? Да, это действительно так. И отмечают особенно тех городов, которые хотят стать зелёным, что там СО2 меньше было, что общественный транспорт работал хорошо. Вот мы туда ещё двигаемся. У нас есть прелесть, скажем, до 30-го года. Вообще-то, глобально в Европе до 2050-го года надо избавиться от СО2, газа в СО2. Но что мы делаем конкретно сейчас? Я думаю, со следующего года у нас будут совсем бездизельные автобусы. Тогда мы попытаемся отталить электроавтобусы. Со следующего года мы сделаем опытную партию, возьмём автобусы и посмотрим, как они здесь, в наших климатических условиях, работают. Ну, в 2021 году город планировал построить главную так называемую улицу, которая тоже вырегулировала и движение пешеходов, и общественного транспорта. И оказалось, что этой главной улицы не будет в 2021 году. Насколько это помешает выполнению плана для того, чтобы стать зелёной столицей? — Действительно, этот у нас план такой официальный, очень хороший план был. Но все опыты, которые мы делали на этой улице, показали, что как раз общественный транспорт снижает свою скорость на этой улице. И этого мы не хотим. У нас не было плана... Это был просто кусок улицы, это было просто поставлено на центр города. Но у нас не было плана, куда другое движение перевести, которое через эту улицу идёт. И теперь мы сидим и думаем, как это делать. Возможно, на этом месте не будет ловнуться. Может быть, оно будет в другом месте. Например, ну, хоть бы на Эстонию будет. Потому что у нас некоторые планы, ну, как мы реализуем их, чтобы машины под землю отвезти у Калпа моя, и они выйдут из Кала-Эстонии, и наверху только будут пешеходы, велосипеды и общественный транспорт. Например, такой план сейчас. — Вы сказали, что конец этого пути будет в 2030 году. То есть, значит, что если до 2030 года Таллину не удастся выиграть этот конкурс в стадии «Зелёной столице Европы», то потом и не будем подавать податки в новые? — Этот конкурс предварительно был до 2030 года. — А, то есть, его больше не будут проводить? — Может быть, больше не будут. Это в зависимости, как европейские государства хотят. Если они не хотят, тогда, наверное, будет проделение. Но я надеюсь, что мы всё-таки этот титул поймаем. — По какому сроку должно быть оформлено ваше ходатайство, и какие детали там нужно действительно указать? — Годатайство должно было... Мы сделали 14 октября, был датум такой 23.59. Мы выслали с подписью мэра города свои документы. Сейчас решаются к лету. Евросоюз решает, Еврокомиссия решает, получаем ли мы финал, попадём в финал или не попадём. — То есть, сейчас ещё такой, так называемый, лонг-лист составлен, и шорт-лист будет объявлен следующим летом. А когда объявят победителя? — Победителя объявят тоже в начале осенью следующего года. — Мы желаем вам всё-таки взять этот титул и услышать очень хорошие новости. — Спасибо. — На связи сегодня был Вима Аталина Калекландов. Спасибо вам. — Спасибо. — Спасибо.